Большое привет всем зрителям, с вами Ктархон, и сегодня у нас ролик по Виктории Третий. Новые DLC здесь выходят, небольшой такой ранний доступ, глаз народа, шестерний прогресс, они умолимо крутятся, и новые герои толкают массы свежие идеи. Проходы дали доступ чуть пораньше, поэтому могу вам показать, ну давайте стартовать. Если вы помните, то было голосование после окончания прохождения за Османа, и тогда победил Китай. Так и не было прохождения с того момента, но победа есть победа, поэтому сегодня у нас Великий Сын. Он как раз здесь в равноправном обществе, достаточно сложная держава со старта, так как очень много ограничений, но в будущем, если ее, конечно, раскачать, то это огромнейшая база людей, очень много территорий, базовых ресурсов, и, конечно же, возможностей для роста. Но со старта тебе придется пострадать, собственно, как это было и Вики 2, где со старта ты тоже из Китая долго-долго строишь Великую Империю, а потом громишь всех и вся. Я по мелочи буду показывать в ролике новые вещи, механики, разделы, естественно, которые обновили и дополнили. Ну и со старта можете полюбоваться картой, небольшие изменения тоже на ней есть. А мы же сами постепенно погружаемся в нашу державу. У нас очень негативный вариант со старта — это хрупкое единство. Если мы пять раз вдруг окажемся на грани гражданской войны, в подчиненном положении у другой державы, упраздним монархию, то у нас будет постепенно расти прогресс, и мы вернемся в развал. Правда, в противовеса, то мы можем и избавляться от модификаторов, побеждая вопиумных, сбрасывая статус непризнанный и завершая запись в дневнике. Притом, закончится все это провалом, если мы станем признанной державой, успешно завершим восстание, либо же завершим запись в дневнике, упразднение монархии. То есть нам надо будет от этого избавиться и стать нормальной мировой державой, которую признают все. По территории очень много земель, население у нас в стране в 365 миллионов, это первое в мире. Со старта также очень большое ВВП, но бедное нищее население, малая грамотность, много радикалов со старта, ну и более-менее даже бюджет в плюсик, этому можно порадоваться. Правда, не от строительных мощностей, но постепенненько сейчас с вами будем все это исправлять. По поводу политики, можете уже сразу заценить, как здесь все поменялось. Здесь очень удобно теперь пишут группы, сколько радикалов в них, сколько лоялистов, а какие у нас особенности от групп со старта есть. Здесь также есть агитаторы, действующие агитаторы в изгнании, мы их здесь можем также назначить и использовать, политические движения разнообразные. То есть здесь все потом удобнее будет смотреть. Здесь же нам показываются в правительстве, какие партии и какие в позиции. И примерно как раз вот этими вот прямоугольничками, какой процент их влияния. Здесь также, как и раньше, можно в правительстве посмотреть, кто есть в правительстве, кого нет. И вдобавок к этому, раньше этой схемы не было, но ввели законное правительство. Раньше у тебя на легитимность было побольше, если все равно это просто уменьшало тебе время принятия законов. Ну, удлиняло его точнее. И все. Теперь же, если ты спускаешь его ниже, ниже и ниже, то тут видишь одобрение, срок утверждения, радикализация. То есть тут больше дебафов сделали. Притом, если мы вообще в нелегитимное правительство идем, то невозможность принимать законы будут. А вот с законом, да, мы получаем ускорение и больше лояльности от повышения уровня жизни. По законам примерно все то же самое. И да, можете заценить законы, с которыми стартует наша с вами империя цин. Я буду его все равно Китай называть чаще всего, поэтому не удивляйтесь, сразу же привыкайте к этому. У нас разрешен детский труд, нет прав для трудящихся. Но, правда, уже запрет рабства, что хорошо, нет школ, нет полиции, колонии, крепостное право, ух. Нам из всего этого придется как-то выбираться. И почему как-то? Потому что ученые, чиновники, которые здесь у нас являются могущественной, заинтересованной группой, не во всех делах нас, к сожалению, поддержат. Они потому что за патриархат, это образованная элита, стратократы. Не все законы они согласятся поменять, и ведь со старта мы можем более-менее уйти в полицию поменять. И согласно закону о бедняках, сменить на нет социальной защиты вообще. А с другими законами, к сожалению, они не готовы двигаться. То есть нам придется сейчас внедрять новые группы в правительство, которые как раз и будут за поддержку новых законов. На первое время нам важно избавиться от крепостного права. Также было бы неплохо запустить школы и образование, хотя бы религиозно. Это уже было хорошо. Ну и, конечно, внутренние дела также развить, труд здесь детский убрать, заменив его на обязательное начальное образование. Это тоже пойдет в плюс для развития нашей державы. Правда, проблема в том, что и другие партии пока особо не видят смысла в таком развитии. Но ничего, прогресс рано или поздно наступит. Ну и да, еще небольшие изменения. Это вроде графические города. Можно полюбоваться и посмотреть, что там есть. Для любителей карт, я думаю, это прям то самое. Ну давайте, я сейчас построю заводики, начнем постепенно технологии, которые, кстати, тоже чуть-чуть доработали. По мне приятно то, что они вывели сразу же сюда. Все минимальное, что здесь есть. Сразу же можно посмотреть, через какие пути он сюда ведет. Мелочь вроде бы, а приятно. Ну и по технологиям, да, мы очень сильно отстаем. У нас также мало инноваций в неделю. Слабенькая наука, но постепенно вырастем, я надеюсь, и станем мощной державой. Ладно, желаю вам всем приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее. Давайте стартовать. Ну и все начинается с кризиса. Мы можем что-то сделать. Но тут проблема в том, что это разозлит британцев. И с большой вероятностью они на нас нападут. И вроде бы у нас большая армия, но она такая отсталая, что мы ничего с этим не сделаем. Противоясь этому же мы можем не рисковать. И по сути и там, и там одни и те же дебафы. Но если я не ошибаюсь, то вот по этому варианту нам немножко плохо будет потом. И британцы могут побольше на нас надавить. Но сейчас мы должны подождать, накопить силы, свою промку раскачать. Во-вторых, на улучшать отношения, по крайней мере, с Россией. Я сейчас улучшаю с ней отношения. Надеюсь, что мы станем друзьями. Со старта уже радушно друг к другу относимся. Просто нам нужно 20 лет мира, чтобы Китай начал дышать полной грудью. Сейчас ни в какие противостояния врываться не будем. Немного это опасно и может выйти нам боком. Кстати, по дипломатии у нас с вами еще Даник Чусон. Ну и Тибет является нашим вассалом. А постройки же я со старта делаю застройку именно строительным сектором. У нас ресурсы позволяют, поэтому я больше, больше, больше и больше его делаю. Чтобы у нас с вами были хорошие промышленные мощности. А то как-то без них далеко не уедешь. Посмотрите, как интересно здесь работает агитатор Джон Хи Ким. Популярность, любовь. И мы можем его взять, и тогда начнется движение за права собственности для женщин. Ну давайте. Он как раз за реформы. Прямо сразу же, конечно, никаких изменений от этого не будет. Но мы поддерживаем его, чтобы в будущем у нас перемены в государстве наступали. И можете посмотреть, у нас хорошо растут лоялисты. Радикалы по чуть-чуть уменьшаются. Нормально все, живем. Деньги также, ну, небольшого минуса. Зато уже строим активные лесозаготовки. Пшеничные поля. Я специально со старта выправляю более-менее балансы. Это, конечно, не самая эффективная стратегия. Но я хочу сделать хороший рынок. Где все смогут доступно получать ресурсы. Все, что надо. И не по завышенным ценам. Надеюсь, народ этому будет доволен. А, кстати, активировалось принятие закона. Вот смотрите-ка. Поддерживает их литераты и агитаторы как раз. Постараемся, может быть, литератов загнать тогда к себе. Я их активно поддерживаю. Из-за позиции забрать. И они нас поддержат в принятии этого закона. Я в итоге их поставил в правительство. Конечно, немножко легитимность подлетела. Но у нас теперь есть закон. Во-первых, на крепостное право мы можем в будущем его сменить. Я хочу его сейчас сделать. Но давайте все-таки разберемся с законами о женщинах. У нас сейчас попечительство. А мы можем сами сделать право собственности для женщин. Это, конечно, очень сильно обидит все основные партии. Но у нас 46% вероятность прогресса. Притом это 5% к доле рабочей силы даст. Да, рождаемость чуть уменьшится, но зато рабочих больше. Но это как бы продвижение вперед, используя агитаторов. Поэтому давайте вступление у нас теперь. Рассмотрение и принятие. То есть 3 вехи и 3 заминки может произойти. Ну что ж, понадеемся, что все будет хорошо. Он достаточно быстро идет. Благодаря тому, что у нас агитатор и поддержка есть. Отлично. То есть благодаря агитаторам теперь некоторые законы принимать намного проще. Это не может не радовать, потому что я тогда, раньше за осман очень сильно с этим страдал. Фазу рассмотрения, смотрите-ка, мы прошли успешно. Очень, я говорю, фазу вступления. Теперь мы в фазе рассмотрения. А это, кстати, неплохо. Такими темпами, если еще повезет агитатора на то, чтобы крепостное право отменить, то будет круто. Но опять же, это все равно рандом. Как ни крути, проценты хоть 80, хоть 20. Все равно рандом, и тебе как может повезти, как и нет. Сто процентного успеха это тут может быть и не быть. Ну и давайте рассмотрение. Дискредитация народа, затягивание. Ученые и чиновники не стоят такого ущерба. Либо же путь жалуется, но мы будем действовать. Прогресс принятия закона замедляется. Заминка. Но мы получаем плюс к шансу успешного утверждения. А движение плюс 5 к радикализму политического движения. Но их не так уж и много. Их там сколько? 11 миллионов из 300. В принципе, не так уж и много. Просто срок утверждения плюс 10. Хотя подожди, срок утверждения плюс 10. Он и так быстрый. Даст ли нам еще какие-то дают бафы? Джон Ким получит популярность. Я думаю, не будем париться на этот счет. 10% это не так уж и много к затягиванию. Зато успех больше. Потому что популярность Джон Кима подросла. Так что это он только в плюс. Ну и инструменты давно становятся дороже. Я как раз активно начал использовать инструменты. Они стали дороже на рынке. А теперь я настраиваю для этих инструментов. Как раз производство инструментов. То есть нам делать так, чтобы экономика была взаимосвязана у тебя внутри страны. Что-то ты тратишь. И это же ты производишь. И держать цену на среднем примерно уровне. Благодаря этому и производство более-менее прибыльное. И народ. Туда идет с радостью. Ему хорошо платят. Он доволен и становится лояльным. Да, следующий этап мы преодолели. Наконец-таки. Ну и теперь принятие 65%. Опять же, повезет. Не повезет. Дождемся. И да, по поводу удобства строительства. Теперь смотрите. Выделено то, что ты сам строишь. Госстроительство. И отдельно выделено то, что частное строительство. То есть то, что уже, скажем так, капиталисты в данном случае настраивают. Либо же другие группы населения. В зависимости от твоих законов. Удобно на самом деле наблюдать все отсюда. Сарай уже видит, что твое, что не твое. Ну и вот видишь, показать частное строительство. Можем посмотреть. Оно не такое активное, конечно, как наше. Но все-таки... А, в нашем случае, да. Аристократы. Строят то, что как раз в дефиците. Дабы на этом заработать. Ну и давайте дождемся. Я надеюсь, что у нас принятие будет. Эээ, нет. Затягивание. Подражание иностранцам. Если сможет Россия, сможет и великая цена. Россия живет здесь о том, как успешно может действовать право собственности для женщин. Это отношение улучшает, да. Но 10 шансов утверждения. А здесь одобрение буржуа уменьшается, которые вообще особо на нас не влияют. И срок утверждения. Ну давай. Мы все равно дружим с Россией. Нам это в плюс. Зачем нам отношение портить, не знаю. Притом к утверждению это шанс добавляет. Поэтому давайте поверим в лучшее. Все. Право собственности для женщин. Первый такой закон готов. И литераты надо термогущенные сделать. И мы либеральные идеи поддержим. Да, у нас либеральный Китай предлагают здесь сделать. Ну хорошо, первый закон есть. Легитимность 91. Мы если что, можем кстати и с монархией уйти в президентскую республику. Но поддержка этого сейчас не такая большая. Я думаю, с этим мы повременим. Вот что я хочу, так это крепостное право убрать. И даже не знаю, что лучше. Арендаторы, это опять же наша партия поддерживается. А что с крестьянским хозяйством? Вот у меня какой вопрос. Здесь ученые, ооо, чиновники будут недовольны. Это опасно на самом деле. Потому что если мы их так сильно разозлим. Но вот минус 6 еще можно. Давайте тогда в арендаторы перейдем. Это уже освободит народ. Уже будет проще. Конечно я в будущем хочу вообще до коллективизированного сельского хозяйства дойти. Но подождите. Хотя бы по чуть-чуть продвигаться. Давайте арендаторов здесь возьмем. Шанс конечно очень маленький. Всего 8%. Можно, конечно, для увеличения закинуть, например, селян. Но наше правительство этого не выдержит. Видите, сразу же 70. Это тебе одобрение меньше, лояльность меньше. Единственный вопрос. Можно ли через агитаторов что-то сделать? Но пока, к сожалению, никто из них не готов работать. Кстати, тут смотрите, какая интересная схема. Мы теперь этого Джона Хикима можем вот здесь вот сделать лидером. И он добавит свою идеологию к идеологии группы литераты. Его популярность повлияет на привлекательность группы. Давайте. Отлично. То есть у нас получается сейчас в правительстве литераты должны были подрасти. Но что-то как-то они немного даже упали. Но в общем-то он новый лидер. Литератов. И, кстати, законное правительство 99. Видимо, благодаря того, что его так любят. Ну-ка. А можем мы теперь селян загнать? Можем. Но у нас, правда, ожидаемый уровень упадет. Но просто это 12% к шансу добавит. Давайте. Да, конечно, чуть страдает легитимность. Но шанс 8 и шанс 20 это большая разница. И затягивание. К сожалению. Ну давайте, пока согласны. Мы чуть потеряем, конечно, авторитет. Но зато легитимность больше от выборов. И штраф за идеологию правительства меньше. А также политическая сила других. Давай, шанс, конечно, маленький. Но, по крайней мере, никто против особо не выступает. Поэтому затягиваний здесь не будет. А, ну ладно, правила дебатов о законе. Голоса тоже минус. Еще, кстати, с агитаторами одна большая проблема. То, что у нас сейчас из закона госрелигии не могут другой религии персонажи приходить. И вдобавок к этому у нас ущемляются другие культуры. Поэтому и персонажи другой культуры не могут к нам прийти. Немного грустно. Поэтому, скорее всего, эти законы в первую очередь надо будет сменить. Чтоб нам было потом с вами проще. Да, как раз таки приглашать агитаторов. И брать новые законы. Нам повезло. И протекционизм уже два этапа преодолел. Несколько раз и даже успех. Видишь, успешные дебаты. Дебаты, дебаты. Дебаты, правда, разочек неудача. Но потом зато успех, успех, успех. И такими темпами скоро примем этот закон. Он чуть-чуть приподнимет наш доход. Но не сильно. Главный плюс, что просто улучшатся отношения селян. Которые, правда, скоро будут недовольны нами. Но с этим ничего не поделаешь. В мире же в это время османы ведут конфликт с Египтом. Пытаются забрать территорию. Россия здесь разобралась с Черкесией. Ну, а тут по мелочи. Мексика, Штаты расширяются. Пока никаких таких уж прямо глобальных конфликтов нет. Только лишь османы с Египтом. Ух ты. И очень интересная новость. Великий потоп в области Нанкин. Мы можем не обращать на это внимания. Но это опустошение и голод. А здесь же мы можем выплаты на 5 лет 87 тысяч. Ух, ну давай. Но наш бюджет, конечно, немножко к этому не готов. Придется поднимать налоги. На средние. И, видимо, госзарплаты чуть-чуть уменьшать. Ну что ж, я это сделал. Мне было интересно до этого довести. У нас с вами дефолт. Давайте-ка объявляем банкронство в стране. Получаем хорошие такие дебафы. Но не переживайте. Мы даже из такой ситуации выберемся. Стреуна с ОВП чуть ли не на стартовый перешел. У нас очень много от этого радикалов. Но посмотрим, сможем ли мы после этого удержать под своим контролем великую ЦИН. Так, если что, по законам за это время, кстати, неплохо продвинулись. У нас тут уже, видишь, партии, выборы, легитимность правителя, конституционная ассоциация, кстати, с учеными, конфуцианскими учеными-чиновниками. И знаете, что-то как-то ВВП сразу же восстановился. Не такие же большие проблемы. Да, дебафы на стройку. Значит, как-то банкротство Виктории III тебя особо не убивает. Да, мы сейчас замедлены в строительстве на 70%, которые, кстати, постепенно уменьшаются. И в атаке защита наши войска хуже. Но мы в союзниках с Россией. Нам это не особо-то и страшно. И даже радикалы, смотрите-ка, резко уменьшились. А жизнь налаживается, даже несмотря на все эти проблемы. Еще с вами и закон арендаторов принимаем. У нас теперь крепостного права как такового нет. Все. В 1752 году союз России официально заключен. Великий союз медведя и дракона. Мы, кстати, 10 место в мире. Стань мы великая держава, мы бы уже были достаточно высоко. У нас, конечно, уровень жизни не идеальный, но население уже 400 миллионов почти набралось. Да и промышленность потихонечку растет. Это не может не радовать. Банкротство уже постепенно отпадает. Еще 5 лет, и все дебафы уйдут. Выполняем с вами центральный архив. Я обожаю бюрократию. Больше бюрократию, либо же скидка на технологию. Давайте скидку на технологию. Мы с вами переходим на третий уровень. Стандартизированную систему хранения. Бюрократия в плюс. Не теряем теперь деньги с налогов. И я вообще-то, знаете, вот по технологии. Хочу традиционализм сменить на аграрность. Но проблема этого закона в том, что мы потеряем 25% к множителю затрат бюрократия на население. То есть у нас сейчас с вами трата 12 тысяч, и она подрастет. Но я думаю, мы можем себе это позволить. Я хочу аграрность взять. Давайте. Здесь больше субсидий. Здесь больше налогов потенциального. Поэтому давайте переходим постепенненько в сельское хозяйство все больше и больше. Ну, считайте, у нас с вами здесь аграрность, здесь по законам земельное налогоблажение, арендаторы. Прям в сельское хозяйство упираем. Но при этом уже национальное ополчение стоит и профессиональная полиция. В Европе интересное противостояние назревает, где Россия хочет марионеткой сделать Бельгию. И Краков еще передача в качестве субъекта против Австрии они сражаются. А мы с вами, ну, как бы призваны сюда за обязательства. Я, конечно, и не против, но это немного странно. Ладно, Бельгия боится, может быть, она уступит. В любом случае, даже если начнется битва, то мы с вами ничего не потираем. Ну и да. Просто в мае 1853 года Бельгия стала официально российским вассалом. Посмотрите на красивый этот флаг. Все. Ну, вот так вот легко российская дипломатия растет. Сразу же деньги на 200 тысяч в плюс. Чисто от внедрения закона на аграрность. Нормально так. Да, мы чуть-чуть, конечно, теряем бюрократия, но не так критично. Мы ее можем сейчас восстановить. Все. Деньги в плюсе. Нам бы еще надо вот с недобранными налогами как-то разобраться. Но пока это замкнутый круг, потому что, чтобы набрать больше налогов, надо построить больше как раз правительственных зданий. А ты не можешь их много построить, потому что у нас уже лимиты на инфраструктуру. А чтобы эти лимиты поднять, нам в идеале бы, конечно же, открыть с вами железные дороги. Но они еще не скоро появятся, поэтому пока не светят. Максимум от чего мы отыгрываем? Это от того, что у нас есть порт. Но он тоже лучше на максимум, поэтому пока не светит что-то больше. Население живет лучше. И, кстати, да, потихонечку мы также проводим урбанизацию. Это, конечно, не быстрый путь, с учетом того, что во всех основных регионах надо до пятого уровня городской центр привезти. Но я это делаю, дабы ветер перемен заиграл в нашей державе. Ну и давайте попытаемся все-таки получить признание нами, с вами, мировой державой. Нападаем. За нас сразу же Россия. Страху Осман. Мне, конечно, не нравится, что он может сместить на свою сторону Британию. Но, по-надеюсь, что этого не случится. И... Тихихихих. Они добавляют новые цели. Я тоже могу добавить. Османские военные репарации. И, по сути, больше-то мне ничего не надо от них. К основному требованию. Да, давай. То есть теперь, наконец, это тоже подправили. Раньше вот основное действие выполнялось. И дополнительно, если они в страхе отказывались, не действовало. Но теперь все нормально, все работает. И, кстати, из-за того, что я банкрот, у него шансы на успех. Ух, не так страшно. Но я бы на твоем месте все-таки боялся. Как-никак у нас тут есть армия. Насколько цели он, кстати, выступил. Колеблются Франция и Британцы. Ну, кстати, при страхе, вроде как, он должен согласиться. Я могу, конечно, свою армию привезти. Давай отправим. Но не знаю вообще, есть ли в ней тут смысл. Я понадеюсь, что он просто такой. Все нормально. Мы даем признание. И они выплачивают нам репарацию. Ну, посмотрим. В любом случае, бригад очень много. Флота тоже много. Можно через высадки отыграть. Главное, чтобы никто в последнюю секунду не вступился. Вроде как и британцы, и французы нейтральны. Не хотят против нас здесь выступать. Это хорошая новость. Давайте чуть-чуть. Последняя фаза. Все. Уже никто в эту фазу последнюю не должен здесь вступать. Единственный вопрос, будет ли битва или нет. Вот в чем вопрос. Но это все решится скоро. Давайте еще чуть-чуть. Ну-ка. Эх, все-таки битва. Ладно, придется, значит, побеждать. Все-таки османы не согласились на мир. Значит, будем сражаться до признания. Все-таки хочется стать великой державой, наконец-то. И уже не мучиться. И раз такое дело, то, наверное, надо будет выступку делать. Начал морское вторжение в итоге. Под Басру. Я, конечно, думал сначала куда-нибудь сюда. Но здесь вражеский флот будет действовать. Поэтому не будем так рисковать. По поводу же битв. Российская армия. Ну, вроде как неплохо громит. Хотя не. Все-таки хоть истощение действует, а здесь хорошие бонусы. Кажется, проигрыш будет. Да, хотя подожди. Не-не-не-не-не-не. Все хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас победа будет. Вы просто видите, как это переход туда-сюда, туда-сюда. И сейчас, скорее всего, они сдвинут. Да, два-три. Ну, конечно, боевой дух. О, все. Смотри, какой прорывчик хороший. Сразу же от одной битвы. Уже выходим к Константинополю. Здесь, конечно, фронт свободный. Но сейчас подправятся. Здесь войска действуют. Красота. Притом еще наша высадка здесь работает. Атака у нас, конечно, ужасная. Я не спорю из-за недостаточной поддержки и затрудненной выставки. Но мы даже тут выигрываем. Мы сейчас еще и здесь территорию захватим. И потом надо будет сюда побольше армии привезти, чтобы задержать чисто. И не дать нас выбить. Да, потихонечку-потихонечку атакуем. Но уже сейчас, кстати, атака не такая плохая. Сейчас уже продвигаемся. Все. Османы страдают. Можно было, конечно, и больше претензий выдвигать. Но ладно уж. Мы не жадные. Нам нужно чисто признание. Здесь тоже битвы идут. И... Эх. Я думал, Константинополь уже взяли. Нет. Но в Аравии, смотри, как наше наступление хорошо идет. У него просто недостаточно войск, чтобы еще и здесь поддержку оказывать. Поэтому мы раз за разом их отгоняем. Не даем даже нормально восстановиться. А здесь несколько битв идут. И... Ох, вот это самая хорошая битва. Посмотрите-ка. Сейчас, видимо, российские войска возьмут Константинополь. Но это, знаете ли, хорошая новость. Я думаю, это приблизит Осман к капитуляции. Ну а здесь, да, смотрите. Смотрите, сюда одна армия, другая армия. Сюда уже переключилась. Мы с вами просто... Сколько здесь земель уже забрали? Ну ничего так. Наша китайская высадка просто здесь по полной уничтожает Осман. Жаль, у нас каких-то особых претензий не было. Можно было бы даже региончик забрать. Но на самом деле их потом бы удерживать было сложно. А! Посмотри-ка. Вот теперь только битва за Константинополь пошла. Но тут тоже будет победа. То есть сначала они подобрались к Константинополю. Ну к Стамбулу, ладно. В этой реальности же он в этот временной отрезок он называется. Подожди. А, это мои войска наступления ведут. Подождите, это не российские. Это войска ЦИНА пытаются взять. Но я сомневаюсь, что мы возьмем. Очень большие потери идут. Хотя погибших не так уж и много. Даже меньше, чем у врага. Раненых очень много. И день морализованных, да. У нас немножко боевой дух у солдат страдает. Не видят они вот этого успеха. Не понимают того, что здесь творится. Этой красоты. Ну ладно, победа все равно за нами. Уже 17 усталость. 23. Тут тоже продолжаем атаку. Еще немножко. И османы падут. А, подожди-ка. Константинополь все-таки пал. Ух, хорошая новость. Мы смогли его забрать. Здесь еще идет битва. Ну все, смотрите, сколько территорий осман уже потеряно. Они, конечно, пытаются держаться. Но усталость копится, копится, копится. И рано или поздно им придется принять наши условия. Все-таки наш союз с Россией себя показал с хорошей стороны. Все. Мы официально великая держава. Признание получили. Почему только крупное? А, подожди, мы были непризнанные. Теперь мы признанные. И мы являемся субъектом России. А, это из-за того, что мы рынок один сделали. Можем отменить таможенный союз. Ну, как бы мы теперь свой рынок сами контролируем. Все. Четвертое место. Великая Цин. Великая державная страна. Так скажем, небольшие манипуляции. И мы занимаем четвертое великодержавное место. При том, да. Выше нас только Россия. Которую надо будет обогнать. Постараться. Хотя, зачем это делать? Мы можем вместе с ней расти все выше и выше и выше. И перебить рано или поздно французов с британцами. И в итоге, вот так вот не напряжно. Притом, специально загнав себя в банкротство. Я смог, благодаря союзу, стать великой державой. Получить себе относительную свободу. А в мире за это время реформа в Австро-Венгрии. Пруссия, кстати, так и не приблизилась хоть немножко к сбору. Османы, естественно, унижены. Собрались Штаты, поджав здесь Мексику. Ну и мы с вами крепнем и крепнем. ВП потихонечку растет. Население достигло 400 миллионов. Это с счетом того, что мы ничего не захватывали. Ну и промка также увеличивается. А банкротство... Сколько там от банкротства осталось? Всего-навсего 18 месяцев. И наша с вами экономика начнет активно строить, строить, строить. И такими темпами, я думаю, первое великодержавное место в скором времени станет нашим. Посмотрю, как зайдет вам ролик по Виктории. Давно не было данной игры. Да и не сказать, что прям ролик такой супер насыщенный на битвы. Но! Я немножко испытал. Наконец-таки зашел банкротство. То, чего не допускал, играя за Осаман. Да и ЦИН вывели в великие державы. У меня вот вопрос. У нас хрупное... Да, у нас хрупкое единство теперь. Закончится провалом. То есть его теперь здесь как такового не будет. Мы теперь не можем расколоться ни под какими факторами, видимо. Если ролик вам зайдет, то я тогда продолжу дальше наш путь с вами за Великий Китай. Становление гегемоном. Власть рабочим. Сделать Китайскую Народную Республику. С опережением так лет в 150. Хотя, наверное, так рано не выйдет. Где-то лет за 100. От реальной истории мы сможем это, наверное, здесь воплотить. А так, ставьте лайки, если вам зашел ролик. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Ну и до скорых встреч в новых видео.